Вы слушаете SBS Russian. Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. В конце ноября 2022 года в Нидерландах завершилось заседание суда и был вынесен приговор по делу о крушении рейса MH17 малазийских авиалиний в Донецкой области в 2014 году. На борту находилось 298 человек. Все они погибли. Трое обвиняемых, граждане России Игорь Гиркин, более известный как Стрелков, Сергей Дубинский и гражданин Украины Леонид Харченко, были признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению. Также они должны будут выплатить компенсацию родственникам погибших в размере 16 миллионов евро. Четвертый, гражданин России Олег Пулатов, полностью оправдан. На оглашении приговора присутствовали адвокаты Пулатова. Остальные обвиняемые, как сообщил судья, были уведомлены о нем. В случае с Пулатовым суд пришел к выводу, что обвинением не доказано, что тот находился на связи с командой Бука и имел к запуску ракеты непосредственное отношение, хотя и определенно знал о соответствующих планах, о том, как проходило следствие и заседание суда, как рассматривались разные версии и какие, собственно, были версии. Об этом мы поговорили с адвокатом Ниной Бойер. В двух словах, что нам известно вообще? Что же произошло? В двух словах нам известно, что Боинг сбил российский БУК, который был поставлен сепаратистом, который тоже в значительной степени российский, который ошибочно приняли за военный самолет украинский и сбили. После того, как выяснилось, что это не военный самолет, БУК вернули на территорию России. И Россия не признала. И, собственно, в связи с этим потребовалось достаточно длинное расследование, которое привело, к сожалению, к таким именно выгнам. То есть это, получается, они вкатили БУК на Донбассе и потом его выкатили? Да. Дело в том, что так называемые ополченцы очень просили средства ПВО. У них не было своих средств ПВО. Они не могли сопротивляться украинской авиации. Они просили у России ПЗРК. Несколько ПЗРК въехало на территорию Украины. И вот, собственно, один из них доехал до Снежного. И откуда был произведен этот несчастный выстрел. У меня в голове не укладывается, зачем это, в принципе, было делать. Мне кажется, даже СМИ, которые защищают очень точку зрения российской стороны, они тоже в какой-то момент поднимали тоже этот вопрос. Ну а зачем им, в принципе, было бы сбивать этот самолет? К сожалению, российская пропаганда выбрала для себя несколько противоречащих самим себе версий. Но на самом деле я тоже в то время задавалась этим вопросом, потому что артиллеристы говорили, что невозможно ошибиться. Судя по тому, как проходила эта операция, если верить тем аудиозаписям, переговоров, которые велись, что все это было довольно спешно, все это было непрофессионально. Непонятно, какой экипаж, собственно, осуществлял этот пуск, профессионально или нет. И насколько он был обучен, даже если это был профессиональный экипаж, насколько он вообще был обучен. Но в целом военные специалисты тоже говорили, что перепутать невозможно. Это самая такая наиболее убедительная версия, что все-таки они хотели сбить украинский военный самолет. Но сейчас мы уже не узнаем, на самом деле, что они хотели, потому что их версию мы не слышали. Они не присутствовали в суде, не дали никаких пояснений по этому поводу. Но, по большому счету, Нидерландский суд сказал, что это не так важно. Что они хотели? Мне бы хотелось начать с самого такого запутанного момента, а именно с разных теорий, которые выдвигались с разных сторон, и как эти теории впоследствии опровергались. Здесь есть несколько аспектов. Первый аспект, что вообще-то в истории случались более или менее случайные поражения гражданских самолетов. Это и рейс авиакомпании «Сибирь», который был поражен украинской ракетой во время мучений. В США сбило в свое время, в 80-х годах, иранский гражданский самолет. Тоже приняли его за военный. На Дальнем Востоке Советский Союз сбил пассажирский лайнер, утверждая, что он принял его за военный самолет и за нарушение границ воздушных. То есть в истории знают такие примеры, и большей частью государства никак не привлекались к ответственности за это, ну, кроме финансовой. Здесь интересно то, что Россия, во-первых, не признавала своего присутствия на Донбассе, во-вторых, не признала свое участие. На самом деле все версии России были приняты и рассмотрены. Как проходило расследование? Расследование проходило по международному договору между Украиной, Малайзией, Нидерландами, еще рядом стран, которые решили доверить это расследование Нидерландам. То есть это, в принципе, приемлемая история, потому что право на расследование существует у всех этих стран, и они решили не конкурировать, а предоставить возможность расследования Нидерландам. Если бы Россия признала как-то участие российского вооруженных сил, она бы тоже имела право на участие в этом расследовании в составе совместной следственной группы. Поскольку Россия отрицает, то, по сути, вроде как бы Россия здесь ни при чем. Тогда и, собственно, привлекать ее к расследованию не нужно. Тем не менее, уже на этапе следствия версии российские были рассмотрены. Поэтому можно говорить о том, что и следствие, и административная комиссия в полной мере изучили вопрос. А какие версии-то были? Со стороны России был ряд версий. Во-первых, была версия, что это взрыв на борту. Эта версия опровергалась характером повреждения обшивки самолета, внутренней и наружней, о том, что взрыв все-таки произошел снаружи. Я хочу сказать, что, опять же, почему так долго проходило расследование. Потому что все кусочки этого Боинга собрали, было даже выездное заседание Нидерландского суда в ангаре, где собрали эти кусочки, на макет наклеили все эти кусочки, можно было посмотреть. И в процессе, в рамках судебного разбирательства, эксперты показывали, почему они считают, что это повреждения наружные. Они указали, что примерно куда прилетела ракета по отношению к самолету, как она взорвалась, какие повреждения, как люди погибли. То есть это не взрыв на борту. Дальше был вопрос, что это, возможно, украинский истребитель. Технически это было бы возможно. Украина есть истребители, которые могут сбивать самолеты на такой высоте. Но ракеты воздух-воздух отличаются от ракет земля-воздух. Поэтому следствие исследовало все эти возможные ракеты, которые мог нести украинский истребитель. И признало, что это не так. В обшивке и в телах погибших на месте обнаружили вот эти характерные элементы, чем начинена ракета. В общем, обнаружили, что это могла быть только ракета земля-воздух. Дальше была версия, что это украинский ПЗРК «Бук», который выстрел. Тут уже пошел вход. Помимо доказательств, можно сказать, косвенных переговоров, свидетельских показаний и так далее, был произведен расчет траектории. Определен место, в котором самолет потерпел крушение. Дальность ракет, которые могли бы его сбить, определили вот этот круг. И дальше рассчитали траекторию. Получилось, что ракета могла прилететь фактически только с территории, занятой ополченцами. Ну и это совместили с данными, которые собрали Беленкад, которые собрали следователи. Это переговоры, это фотографии из соцсетей, это видео с оккупированных территорий, которые люди снимали, выкладывали в соцсети, как двигаются колонны. И проследили вообще путь этого бука от границы фактически и обратно. И установили, что этот пуск был совершен примерно из-под Снежного. Глупейший вопрос. Есть же спутники, которые нам все время что-то фотографируют. Неужели за спутника нельзя посмотреть? Но это же все-таки бук. То есть это не то, что кто-то там салют запустил. Со спутника это вообще никак не видно? Со спутниками была интересная история в следствии. Дело в том, что американская разведка подтвердила, что запуск был совершен с территории Снежного. Американская разведка предоставила справку нидерландскому следствию. И когда нидерландский суд попросил их представить фактические доказательства, они сказали, что они готовы принять представителей суда и следствия, показать им. Условно говоря, я у себя на компьютере вам покажу, вы удостоверитесь. Но дело в том, что мы не можем распространить эти данные, потому что из этих данных станет понятна возможности американских спутников, которые являются секретной информацией. То есть данные со спутников есть, но их никому не показали. Хорошо, они не могли заранее предупредить. Типа, эй, ребят, у нас тут бук движется. Кстати, это хороший вопрос, и он являлся тоже предметом расследования. Если это территория конфликта, это, кстати, тоже один из аргументов российской стороны, что виновата Украина, потому что Украина не закрыла небо над территорией конфликта, разрешила полеты. И Международная авиационная организация и нидерландские следователи этот вопрос изучили. Они изучили предыдущие прецеденты и пришли к выводу, что, по их мнению, у Украины не было достаточных данных предполагать, что у так называемых сепаратистов имеется оружие такой дальности поражения. Первое, на самом деле, от чего следователи оттолкнулись, это специфическое содержимое ракеты, которую спустил бук. Оно в форме бабочки, вот эти поражающие элементы. Они их нашли в самолете. Они установили, что взрыв произошел примерно с одной стороны возле кабины пилотов. Дальше доказали все эти подтверждения. Дальше вопрос был только, чей это бук, и откуда была запущена эта ракета. И это устанавливалось трассологией. Алмаз Антей представил свою версию. Эта версия тоже была рассмотрена и на стадии следствия, и в суде, и тоже не подтвердилась. А что это за версия? Это версия расчета запуска. То есть Алмаз Антей предоставлял свой расчет, что эта ракета могла быть запущена только с территории Украины, по версии Алмаз Антей. Вот мы с вами в прошлом интервью, когда говорили про военные преступления, вы тогда сказали, что такое ощущение, как будто не юристы занимались представлением России вообще во всей этой сфере, а больше пиарщики, которые находили способы, как это все правильно преподнести в СМИ внутри России, и как это сделать так, чтобы это все выгодно выглядело в выгодном свете? Во-первых, первое, что сделали вот эти страны, которые правят проводить расследование, они предложили Совбезу ООН принять резолюцию по поводу проведения специального расследования, международного расследования под эгидой ООН. И Россия, как член Совета Безопасности, это расследование заблокировала. На мой взгляд, это была большая ошибка, это неправильно так было, не надо делать, нужно было, конечно, проводить это расследование под эгидой ООН. В этом случае Россия могла бы влиять на принципы создания этого трибунала. Если бы этот суд проходил в ООН, Россия была бы полноправным участником этого процесса и могла бы доказывать, иметь быть стороной в этом деле. По большому счету, в Нидерландах проходило расследование и судебное разбирательство. Россия ведь не являлась стороной этого процесса. Никто не объявлял Россию как страну. Это конкретное уголовное обвинение в отношении четырех физических лиц, трое из которых граждане России, один гражданин Украины. И тем не менее, все равно версии России рассматриваются. Ну, представьте себе, что идет какой-то процесс по обвинению, я не знаю, вот в Грузии, по обвинению кого-то в хулиганстве. И вдруг страна приходит и начинает говорить, что почему меня не спросили, как должно вести это следствие. Но, тем не менее, версии, предоставленные России, рассматривались. Удивительно, что на каждом заседании, а было несколько заседаний, и на каждом заседании Россия последовательно заявляла одни и те же аргументы. То, а давайте рассмотрим версию взрыва на борту. И суд говорил, мы уже рассмотрели версию взрыва на борту, мы как бы к этому не будем возвращаться. Россия говорила, тут же. Вот суд отказался рассматривать версию взрыва на борту. И так проходило со всеми, по сути, вопросами. Хотя они нашли свое отражение еще в обвинительном заключении. Можно почитать обвинительное заключение, оно опубликовано. Там, как бы, представляя в суд обвинение, последовательно следственная группа отвечает на вопросы, почему они отклонили те или другие версии. Хорошо. А кто-то представлял тогда вот этих четырех граждан? Нет. Значит, во-первых, у них были представители в отсутствии, то есть у них были адвокаты. Один из них нанял адвокатов, представлял свою позицию. И, кстати, как ни странно, я не знаю, совпадение это, связаны ли эти факты или нет, но как раз его оправдали. То есть его признали невиновным, то, что он был там. Он участвовал в сепаратистском процессе, но не мог никак повлиять, не был в курсе запуска этого бука. А как можно считать суд правомерным, если людей никто не представлял, если там их самих не было? Ведь можно же это использовать как аргумент против этого заседания, сказать, ну а что вы там собрались, все решили между собой, что я виноват, ну, конечно, вы между собой там это все решили. Есть разные процессы, и на этот счет есть мнение ученых-юристов, разные тоже, возможно или нет проводить процесс в отсутствии обвиняемых. И ряд правопорядков и ряд ученых придерживаются мнения, что если права обвиняемого соблюдены, если он уведомлен об этом процессе, если у него есть возможность защищаться, ну и, как мы видим, один из этих обвиняемых нанял себе представителей, и они осуществляли защиту, так же могли поступить и другие, то этот суд является справедливым. И это значит, что обвиняемым было предоставлено справедливое судебное разбирательство. Ну и последний мой вопрос, а что дальше? Хорошо, ну вот признали троих из них виновными, и что? Дальше, во-первых, это ставит некую точку в вопросе, собственно, кто сбил Букс. Были очень трогательные интервью родственников и в Нидерландах, и австралийских, и малайзийских, которые говорили о том, что мы рады, что хотя бы что-то стало определенным. То есть для людей это был вопрос поставить точку вот в этом очень долгом процессе. Второй момент, что суд, независимый европейский суд, поставил точку и установил, как все было. На самом деле, что это был российский Бук, что Россия участвовала в этом конфликте. За те преступления, которые были совершены на Донбассе, отвечает Россия, потому что Россия контролировала эту территорию. Это тоже очень важное заявление. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, или в любом приложении для подкастов.